В конце 1941 года ленинградский художник Василий Власов получает необычное задание проиллюстрировать игральные антифашистские карты. К задаче он приступает с энтузиазмом, но для того, чтобы разобраться в создании карточной колоды, решает отправиться на старейшую фабрику России в район нынешней станции метро Пролетарская. Эта история легла в основу масштабного пешеходного челленджа. Каждый год десятки петербуржцев встречаются, чтобы пройти дорогой от дома художника до карточной фабрики и буквально ногами прочувствовать, каково это было – жить в блокадном Ленинграде. Автобусы, троллейбусы. Сегодня, чтобы перебраться с одной стороны Нивы на другую, петербуржцев насчитается с десяток различных маршрутов. Но не так дела обстояли в первую блокадную зиму, когда в городе было парализовано движение главного транспорта – трамвая. И для того, чтобы добраться с Васильевского острова на карточную фабрику, художнику Власову предстояло преодолеть расстояние в 15 километров в одну сторону пешком. Он шел довольно долго, с остановками, отогревался в парадных, которые открыты были. В том числе иногда останавливался около пустующих вагонов трамвая, которые буквально были заморожены и остановлены посередине пути на трамвайных рельсах. Которые шли, кстати, на протяжении всего его маршрута и по Невскому, и дальше по нынешнему проспекту Обуховской обороны. А там промышленное сердце Ленинграда не останавливалось ни на секунду. Да, несмотря на то, что большинство производств в годы войны были эвакуированы, в блокадном городе продолжали изготавливать главное – снаряды для фронта и хлеб для ленинградцев. Это мелькомбинат имени Кирова. Здесь производили муку для того, чтобы впоследствии печь хлеб. Все, 15 трудных километров позади, ужасно гудят ноги, а вы добавьте к этому холод первой блокадной зимы, пронизывающий Невский ветер, и поймете, какой ценой далась эта дорога изможденному и голодному художнику. Потом еще столько же километров назад, на Васильевске, где в неотапливаемой квартире художника будут нарисованы антифашистские карты. А много лет спустя история их создания ляжет в основу пешеходного челленджа, прохождение которого займет долгих 9 часов. Субтитры создавал DimaTorzok